В общем-то уже давно пора было, с чего бы не начать уже и сделать это видео, в конце концов обещал уже скоро 8 месяцев как, при этом никто даже и не напомнил. А ведь тема стоит свеч, учитывая тот маленький факт, что речь тут даже не просто о какой-то пернатой ящерице, а о целой революции в восприятии динозавров, и началось всё как раз с них, с самых что ни на есть дромиозавров. По сути своей это довольно древний отряд хищных заврисхи, появившийся ещё в середине юрского периода, но развитием своим, уж если на то пошло своей довольно сильной распространённостью, эти существа были обязаны просто огромным количеством эволюционных изменений. И кстати, эти нововведения позволили практически в это же самое время появиться ещё одной известной группе животных, которых мы сейчас всех знаем как птиц, но речь-то не о том. Сразу скажу одно. Иногда на раскопках палеонтологу не всегда понятно, что же он там в итоге нашёл, уже птицу или ещё динозавра. А вот с мелкими разновидностями дромиозавров такие сюрпризы могли возникать даже через несколько лет после открытия. Вроде бы прошли уже те времена, когда плохо обработанный скелет раптора могли принять задесённого мегалозавра, а самого мегалозавра поставить раком на четыре ноги и при этом продолжать называть себя учёными. Какие уж там научные революции, не богоугодно это дело. Однако же, именно открытие перьев в середине 20 века у некоторых дромиозаврит, например у диенониха, позволило провернуть целую революцию в изучении динозавров. Так, внезапно, из кривовато реконструированных ящериц в чешуе они стали лёгкими и изящными, покрытыми перьями полуптицами, да к тому же ещё и теплокровными. Сюрприз скрывать долго не получилось, и в итоге перья нашли даже у тираннозавра, хотя речь опять же не о нём. Если говорить о дромиозаврах, то эта тема сама в себе, так что постараемся начать сначала. В общем, дромиозавры это одно из семейств манирапторов, динозавров с длинными передними лапами. Всё настолько сложно и внезапно, что к манирапторам ещё и относят птиц. И троадонов. А троадоны, между прочим, скорее всего могут оказаться самыми умными динозаврами. Может не умнее вороны, но позвольте-ка, вороны до пяти считать умеют. Так что троадон уже был посмышлённее среднего Майнкрафта летсплеера. Отличительной чертой этой группы были также лёгкие кости, сильно укреплённый тазовый пояс, арочный череп, имевший множество облегчающих отверстий, сросшиеся эластичными связками хвост и, самое важное, перья. Тысячи их на самом деле. Внезапно считается, что дромиозавриды могли жить в группах. Правда, не очень-то известно, насколько же в реальности они были социальны. Ну, к примеру, всем известен скелет тенантазавра, который найден погребённым подселевым потоком, вместе с несколькими скелетами диенонихов. Известен всем, но никто не говорит, что они его этой самой толпой поймали. Скорее всего, просто собрались на пиршество, придя туда по запаху. Но! Всегда есть но! Всё строение этих ящеров указывает на активнейшее хищничество. Загон добычи, всякие охотничьи ухищрения. А главная фишка, которая стоит между скептиками и дромиозавром-одиночкой, это то, что питались они существами, которые были, ну, чуток крупнее их, раз в шесть. Не все, конечно, дромиозавриды, здесь уже речь идёт о самых развитых группах, типа диенонихов или велоцерапторов. Но сами подумайте, как двухметровый хищник, который весит меньше среднего человека, мог завалить тушку на 700 килограмм в одиночку. В общем, вопрос с тайностью серьёзный и требующий ответа. Пройдёмся-ка по ним поконкретнее. Вообще, если подойти к вопросу разумности и социальности более плотно, то можно руководствоваться одной очень важной для этологов базовой единицей – внутривидовой агрессией. И вот у дромиозавров с этим просто глобальные проблемы. Ну, то есть проблема в том, что её, считай, нет. Если мы вспомним черепа тираннозавров, то почти на каждом найдём следы укусов от соседей по цеху, его же вида, что явственно укажет нам на то, что товарищи явно что-то не поделили, да и видеть друг друга, если честно, жаждали не особо. Но уж так сложилось. А вот у дромиозавров всё наоборот. Учитывая весь набор боевого вооружения, а также вёрткости и незаурядного для динозавра интеллекта, следов прямых боёв на костях найдено не было. Животные одиночки так себя не ведут, скажу я вам. Ну, а если пар всё же нужно выпустить, что делать? И тут нам помогает демонстративное поведение. У обезьян это умение нашуметь максимально сильно, у львов поставить гриву дыбом и стать визуально гораздо больше, даже у волков точно так же. А, стоп, так это же всё социальные животные, вот и разгадка. А демонстрировать дромиозаврам своё поведение было на чём. Огромные перья на передних лапах, опахала на конце хвоста, некоторые из них ещё и полностью оперённые длинными перьями задние лапы имели, что как бы тоже не особо полезно, если ты этими лапами не пользуешься. А если летать ты не мастер, то выход один, покажи всем, какой ты красивый и большой. Что, собственно, видимо, они и делали. И хоть это всего лишь предположение, это бы неплохо объяснило, почему, оказавшись рядом, они как настоящие хищники не грызлись за добычу до победного. Сами по себе дромиозавры были активными хищниками, постоянно игравшими с добычей в догонялки. Но, видимо, бегать долго они и не могли, почти как современные кошки. Так что на динозавров своего размера они, видимо, охотились из засады, для того, чтобы сблизиться с противником как можно ближе до того, как его увидят. Что, кстати говоря, показывает их как аналог современных львов, только несколько более мелких. И тут тоже бы пригодилось наличие помощников, так что стайность становится ещё более полезным приобретением, даже если она не была постоянной, а стая представляла из себя группу по интересам. Да и если навалиться толпой, можно затащить более жирного моба, а так как аллозавры в рейд с дромиозавридами ходить не любили, наверное, не по уровню, толпу можно было набирать из своих, а дальше одни плюсы. По старинному обычаю диапсид, все динозавры откладывали яйца с известковой скорлупой. При этом количество яиц в кладке было, ну не сказать, чтобы и огромным, у кого-то 4 нашли, у кого-то 10. В общем, немного, особенно если предположить, что смертность среди молодняка, в случае, конечно же, оставления его по принципу «выкинь Ваську на мороз», ну, очень высока. Но тут есть одно маленькое «но». Судя по структуре яичной скорлупы и структуре гнезда, дромиозавры были хорошими наседками. И если вы это представили, то советую развить как можно быстрее, такая картина дико портит имидж убийцы. И вот я сказал одно «но», но тут же вылетело еще одно. Наседка должна была быть теплокровной, что как бы логично, иначе в этом, ну, нет такого глубокого смысла. Причем теплокровным надо быть не факультативно, а облигатно, ну, то есть на постоянной основе. А если ты теплокровен, то и кладка твоя тепло должна любить еще больше. А значит, сидеть нужно до победного. А это долго, даже если ты воробей. И вот сидишь ты такой один, в гнезде, собранном из говна и палок, и ни пожрать, ни в туалет отойти. Да еще и не стоит забывать, что, конечно, тут весь такой красивый и прогрессивный, но тому же лозавру на это будет глубоко пофиг. А еще он большой, тоже теплокровный, так что есть он хочет куда сильнее твоего. Значит, должен быть кто-то еще, кто будет таскать тебе ништяки, сможет тебя подменить, при этом не сожрет твоих цыплят, когда они окончательно скрафтятся. Да еще и будет им хорошим отцом. Хотя маму номер два никто не отменял, но мы-то тут не социальную справедливость восстанавливаем. Некоторые птицы он до сих пор со своими бетонными копиями семьи заводит. Ха. Да, хорошая идея. А так о чем это я? Так что социальностью тут парит прямо изо всех щелей. К тому же не стоит забывать о том, что птицы часто создают пары на всю жизнь. Ну вы поняли, нам как бы прозрачно намекают. Вот такими сейчас мы видим драмеозавров. Как достаточно цивилизованных, возможно собиравших семейные или клановые стаи, динозавров, теплокровных, покрытых перьями, с наличием какого-никакого интеллекта и довольно прогрессивным для тех лет гнездовым поведением. А ведь я еще не упомянул про огромный коготь на задней лапе. Хотя, что про него говорить? Ну есть он и есть. Учитывая его хрупкость, польза от него была только в том, что можно было за добычу зацепиться. Убить сразу? Наповал. Этим когтем, конечно же, нельзя. Но у того же Диенониха на тренировку было много времени, так что при определенной сноровке можно было заставить жертву истекать кровью. А там уж она и сама к ней двинет. Главное из виду не потерять. В общем, внешне вещь, конечно, эффектная, но сильно распиаренная. Нас же больше должен интересовать интеллект. И тут все очень интересно. Интересно. Но интересно будет в следующем видео. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь. Можно даже лайк поставить. И до свидания.